Здравствуйте, уважаемые друзья! По предмету социология-политология я вам предлагаю лекцию номер 10, которая называется «Основные этапы становления и развития политической науки». План данной лекции состоит из следующих вопросов. Первое. Политические идеи Древнего Востока и Древней Греции. Второй вопрос. Политические воззрения эпохи Возрождения и Нового Времени. Третий вопрос. Политическая мысль в трудах немецких философов. И, наконец, четвертый вопрос. Политическая наука в новейший период. Как вы видите, комплекс вопросов достаточно широкий, поэтому я постараюсь вкратце тезисно обрисовать вам. Те проблемы, которые мы должны затронуть в данной лекции. Итак, первый вопрос. Политические идеи Древнего Востока и Древней Греции, античности. Ну, традиционно, когда говорят о Древнем Востоке и именно политических воззрениях, то вспоминают такого великого древнекитайского философа Конфуция. Его называют Великим Моралистом. И его социально-политическая доктрина основывалась на знаменитых моральных максимумах. То есть, это эталонах морали и должного поведения. Поэтому он разработал так называемую концепцию идеального человека. Благородного не по происхождению, а по воспитанию и в результате самосовершенствования. Ну, Конфуции, он говорил то, что человек должен быть, как я уже сказал, гуманным, справедливым, верным, искренним, стремиться к знаниям, с почтением относиться к родителям, к старикам и так далее. И вот он выразил такой знаменитый свой тезис «Чего не пожелаешь себе, того не делай другим». И вообще конфуцианство со временем, оно на долгие годы внедрилось в Китае, чуть ли не до начала 20 века. И здесь, конечно, вот воззрение Конфуция дальше стал продлевать его последователь, его звали Мэн Зи. Он предложил концепцию гуманного управления государством. Главное, считал Конфуцией, правитель всегда должен твердо держаться истинного принципа быть бескомпромиссным и заботиться о людях и их благах. Ну, конечно, в концепции Мэн Зи, о которой я говорил, главная роль в управлении отводилась народу. Он утверждал, народ является главным в государстве, за ним следуют духи земли, зерна, а государь занимает последнее место. Далее мы переходим плавно к эпохе античности, это Древняя Греция. Здесь были знаменитые имена Платона и Аристотеля, о которых мы частично уже говорили в предыдущей лекции. Итак, начнем с Платона. Платон, как вы знаете, он был представителем такого философского направления, как идеализм. И поэтому он разработал концепцию идеального государства в своей знаменитой книге, которая называлась «Государство». Он говорил, что в идеальном государстве должно быть три сословия. Это правители, войны и производители, то есть это ремесленники и земледельцы. И Платон говорил, что если они будут выполнять исправно свои функции, и, соответственно, будет нормально функционировать государство. При этом Платон был противником частной собственности. Идеальное государство Платон, он говорил, оно должно быть справедливое правление лучших и благородных. И в этой связи он выделяет такие формы правления, когда правит один человек, это монархия. Он говорил, что появление частной собственности на землю и дома и превращение свободных в рабов ведет к вырождению идеальной аристократии и возникновению так называемой тимократии. Это власть чистолюбивых. Поэтому демократию Платон критиковал, он ее не совсем приветствовал. А тиранию, в свою очередь, он называл наихудшим типом государственного устройства. То есть это когда власть узурпируется одним человеком или группой лиц. Следующим, который человеком внес важный вклад в развитие политологии в истории, это был Аристотель. Аристотель под государством понимал, прежде всего, государство Полис, которые были развиты в то время в Греции. Аристотель написал свою знаменитую книгу «Политика». И политическое устройство, по мнению Аристотеля, оно предполагает власть закона. Ибо где не властвуют законы, там нет политического устройства. Также Аристотель был знаменит своей знаменитой фразой, что человек – это существо политическое. Государство у Аристотеля состоит из граждан, а граждане – это те, кому доступны четыре функции. Это воинское, административное, судейское, жреческое. Ну и, конечно, нельзя не упомянуть о том, что Аристотель выделяет шесть форм политического устройства. Это три правильные и три неправильные. Три правильные – это монархия, аристократия и полития. Полития – это власть большинства, это как республика. И три неправильные – это тирания, олигархия, демократия. Ну, в целом, философ говорил, что счастливо только наилучшее государство, а наилучшим будет то, где наилучшее политическое устройство. Поэтому, в целом, как и Конфуций, его последователь, так и Сократ и Аристотель внесли свой особый вклад в развитие политологии. Начиная с древности. Теперь мы плавно переходим ко второму вопросу. Это политические воззрения эпохи возрождения нового времени. Ну, здесь, прежде всего, мы должны сказать о том, что эпоха возрождения у нас начинается в XIV-XVI веке. Затем новое время продолжается. Здесь, конечно, произошли такие важные события в истории, как великие географические открытия. Затем, чуть позже, это развитие промышленного производства. Это все дало большой толчок к развитию также знаний людей. Ну, и коренным образом изменяется воззрение на природу, на человека, на политику. Божественное уступило место естественному. Наступила новая идейная эпоха, названная Возрождением. В ходе Возрождения, как вы знаете, произошла критика церкви. Соответственно, новые политические воззрения появились. Ну, и, конечно, нельзя не упомянуть о таком человеке, как Николо Маккиавелли. На предыдущих лекциях я уже несколько раз упоминал о нем. Это великий итальянский мыслитель, государственный деятель. Он написал ряд своих работ. Но самое главное, это, конечно же, «Государь». Также работы, рассуждения о первой декаде Тита Ливия. Это история Флоренции. В целом, в своих книгах он раскритиковал средневековую концепцию божественного происхождения государства и политики. И выдвинул свою идею объективной исторической необходимости и закономерности, которую он назвал «Судьба». Кроме «Судьбы», основой политики Маккиавелли называл также «Вирту». Это личную энергию, которая проявляется у человека как сила, предприимчивость, доблесть. Маккиавелли также был знаменит тем, что он ввел новое политическое понятие как «стату», то есть «государство». Причем это не конкретно государство, страна, власть, а политическая форма общества в целом. В отличие от средневековых мыслителей, Маккиавелли говорил, что государство, оно постоянно меняется, а направленность изменений определяется соотношением борющихся сил. Это аристократии и народа. Так же, как по примеру Аристотеля, Маккиавелли выделяет правильные формы, это монархия, аристократия и демократия, и неправильные, тирания, олигархия и распущенность, он говорил. Ну, конечно, большее предпочтение он отдает власти большинства Маккиавелли, это республики. И в своем учении он выделяет так называемые правила политического искусства, которые необходимы государю для сильного государства. В условиях, когда в народе еще были неразвитые гражданские добродетели. Он говорил, что правитель должен быть безжалостным, вероломным, действовать на подданных страхам и так далее. Но тут я все не буду перечислять, потому что у нас не так много времени. Более подробно мы на семинаре поговорим. Далее. Следующие мыслители, это были такие как Джон Локк, Томас Гоббс, Мантес Китер, это английские и французские мыслители, которые развивали теорию естественного права и общественного договора. Про общественный договор в предыдущих лекциях тоже частично упоминал. Хочется напомнить о том, что с позиции, например, Гоббса, государства, он представлял себе как большой механизм, образовавшийся в результате движения и столкновения человеческих стремлений и страстей. Первоначальным элементом государства, по мнению Гоббса, является отдельный изолированный человек, находящийся в естественном состоянии. И он говорил, что человек, Гоббс, он склонен был к общественной жизни, но не по природе, а вследствие воспитания. Гоббс, он, когда говорил про общественный договор, да, он представлял его как объединение каждого с каждым. Это своего рода договор объединения, посредством которого масса или толпа превращается в организованное общество и образует единое целое. Как он говорил, так образовывалось государство. Ну, я об этом также уже говорил, то, что вот эта именно теория общественного договора, она стала таким основой для будущих буржуазных революций, да, она подрывала всесилие католической церкви, феодального строя и усиливала позиции нарастающего буржуазного строя, буржуазии. Ну, в Англии также был философ Джон Ло, который продолжил изучение теории общественного договора. Он в своем сочинении «Два трактата о правительстве» изображал естественное состояние человеческого общества как царство свободы и равенства. Вот. Он говорил, что в естественном состоянии люди свободно располагали своей личностью и имуществом, и у них не было причин для вражды. Также Лок, он говорил о естественных правах, он говорил, что сюда относятся свобода, равенство, право на частную собственность и так далее. Ну, Шарль Луи Монтеске, французский мыслитель, который, ему в частности принадлежит авторство теории разделения властей, он говорил, что именно разделение властей, оно гарантирует безопасность граждан от произвола и злоупотребления властей. Она обеспечивает политическую свободу. Ну, вы сейчас знаете, в наше время именно принцип разделения властей лежит в основе демократии современной. Так. Далее. Плавно переходим к третьему вопросу. Ну, это немецкие философы, их политические воззрения. Ну, здесь можно выделить трех. Это Эммануил Кант, Гегель и Карл Маркс. Ну, Кант в основном был знаменит тем, что он внимание уделял на тесную связь и существенное различие государства, права и этики. В теории Канта особое место принадлежит пониманию государства как правового института. Поэтому Кант указывает, что государство – это объединение множества людей, подчиненных правовым законам. Вот. Политическая концепция второго представителя немецкой философии – это Гегеля. Она обращает внимание на связь государства, права и свободы воли человека. И здесь в основном Гегель, он исследовал именно гражданское общество. Он показывал, что это сфера проявления свободы человека. Но здесь еще не достигается подлинная свобода, как он говорил. Здесь каждый сам для себя цель. И лишь государство представляет собой шествие разума, как он говорил, подлинность, свободы и права. И, конечно же, знаменитый Карл Маркс был философ, экономист. Он совместно с Энгельсом представлял свою такую особую теорию государства. Он заложил идею социально-экономической классовой обусловленности политических явлений. Он говорил, что вся история, ну и в частности развитие государства, это постоянно борьба классов, таких непримиримых групп населения. Политическая власть, как говорил Маркс, является лишь порождением экономической власти. А государство является институтом экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетенного класса. То есть Маркс, он в целом разработал вот эту знаменитую теорию классовой борьбы, да, как главной движущей силы исторического политического процесса. Но хотя в последние годы не так популярен марксизм, но очень много полезных факторов в концепции Маркса, они присутствуют, безусловно. Ну и плавно подходим к современному периоду. Это 20 век. Здесь, конечно, политические связи, процессы, они постоянно усложняются. Усложняется сама социальная жизнь, да, на фоне развития всего общества знания. Вот. Появляются новые методы политических исследований. Например, в 1951 году Ласуэлл, исследователь, он пришел к мысли о необходимости введения термина политические науки. Затем, в будущем, это, конечно же, на Западе знаменитые теоретики Парсонс, Истон, Даррендорф, Дюверже, Мур, Алмунд и другие стали у истоков развития современной политологии. была создана знаменитая Международная ассоциация политологов, которая систематически занималась проведением научных конференций, симпозиумов и так далее. И вообще, в целом, в современном Западе именно политологи политическим исследованием уделяют очень большое внимание. Вот. Таким образом, ребята, позвольте озвучить вам вопросы для закрепления данной лекции. Итак, первое. Какова основная направленность политических воззрений античности и Древнего Востока? Второй вопрос. В чем особенности политических воззрений эпохи Возрождения и Нового времени? Третий вопрос. В чем уникальность политических мыслей немецких классических философов? Четвертое. Какой вклад внес марксизм в развитие политологии? И, наконец, пятый вопрос. Какова основная направленность политических воззрений эпохи новейшего времени? На этом лекция номер десять закончилась. Благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...